ну что ж я снова всех приветствую и сегодня снимаю небольшой обзор на такую замечательную радиосистему от компании line 6 модель называется relay g10 мы посмотрим вблизи обязательно сравним звучание с проводом посмотрим всякие характеристики я думаю что будет интересно итак начинаем итак вот что поставляется в комплекте с радиосистемой то есть это приемник передатчик блок питания в этой белой коробочке валяется разного рода другие штекеры то есть мы находясь в россии естественно используем наш стандартный штекер там есть амера штекер и еще какой-то заморский непонятный и в здесь инструкция на русском языке нет здесь есть испанский французский английский я лично читал не испанском а так и понятно что много людей знает естественно английский это не проблема тем более опять же здесь особо учить нечего потому что здесь нет настройки канала здесь тотальный plugin play то есть воткнул и не паришься рубишь единственно что желательно конечно запомнить цветовую индикацию здесь есть там белая красная чтобы хотя бы немножко на одном языке с приемником общаться а так здесь все просто огромный бонус этой системы в этом передатчике потому что какие-то передатчиков не встречал и те которые какие-то бандура здоровый на ремень вешаются и с этих липучках еще на чем-то вот это вот нежная такая фитюлечка она прямо максимально удобно к тому же там встроена батарейка хватает ее заявлено на 8 часов то есть я пока не проверял 8 часов подряд еще на сне не рубил но опять же line 6 компания мега серьезная то есть я в принципе свою продукцию знаком давно рубил на том партии на гитар партии на этом на hd 500 и никаких нареканий ника не было то есть компания опять очень серьезная поэтому есть тенденции ей верить вот здесь заявлено 8 часов в плане радиуса приема здесь опять же заявлено 10-15 метров иногда говорят что это маловато и система у них g30 там больше прием но опять же я не знаю то есть это если только какой-то стадион аске там в толпу нырять и как бы отдаляться от сцены для дома и для каких-то небольших клубов это естественно хватит с лихвой теперь давайте посмотрим на заднюю часть приемника здесь у нас получается небалансный выход балансный и разъем для блока питания здесь micro usb тоже достаточно удобно потому что я лично не люблю когда у блока питания какие-то свои хитрые разъемы которые никогда не найдешься допустим ты это профукал приходится месяцами это ждать заказывать здесь в этом плане micro usb поэтому этот провод даже если его продуть я думаю что это будет не проблема поставить другой ну и давайте теперь послушаем потому что вечно тут разговоры есть если хавчик звук или нет напомню все-таки радиосистема но для записи в студии наверное не очень здорово то есть это именно для того чтобы освободиться от проводов то есть можно по дому свободно ходить то есть дома и по тесту в плане вот расстояния да там заявлено 10-15 метров уходил там другую комнату на кухню это далее в коридор уходил ну как бы естественно все здорово потому что это все-таки небольшие расстояния но думаю что опять же и какую-то на ребазу потом сношу проверю тем не менее эта система мне кажется она подходит даже просто тупо для домашней игры потому что сколько же проводов испорчено когда допустим сидишь он там переминается там зажевывается там что-то хрустеть начинает и все время как-то неудобно поэтому такую фитюлечку вставил особенно допустим на том лепском которому не гнездо сбоку это вообще просто огонь то есть не в диван не упирается ничего то есть все максимально удобно и здорово ну и давайте послушаем все-таки если разница между таким вариантом и стандартным старым добрым проводом ну и теперь давайте же напрямую в лоб сравним звучание этой радиосистемы против провода то сейчас я включен именно с радиосистемой и обычно всякие дешевые радиосистема поджирает приличные верха то есть звук становится такой замыленный куты мутный невнятный непонятный поэтому давайте здесь чтобы было прям наглядно понятно если какая-то разница я сыграю какой-нибудь риф в котором будет много верхних струн ну допустим риф из трека одиночество так а 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 ну и теперь то же самое только уже с проводом это провод он стоит примерно тысячи полторы Трехметровый, так, погнали Ну вот вам, пожалуйста, два варианта Можете их сравнивать радиосистему против провода Я считаю, что разница, если есть, то очень незначительная То есть, конечно, писаться на студии было бы странно с радиосистемой Для этого есть провод, хотя бывает, правда, дороже, чем эта радиосистема Но в плане домашних занятий, в плане концертов Это прям огонь, абсолютно огонь Потому что звук все равно верхастый, четкий, яркий И, в общем, все здорово Немножко больше фона, но, опять же, когда вы какие-то вещи отрабатываете То есть, то же самое там синхронизацию и высекалово Это абсолютно не важно Ну и, опять же, на концертах многие используют шумодавт Поэтому этот фон просто загасится И, к тому же, фон там совсем просто с такой легкой шипением И все, в общем, это, опять же, не страшно Поэтому, в общем, я считаю, что эта вот штучка, дающая свободу Это все-таки круче, чем провод, который тебя как какой-то питон вечно опоясывает И, к тому же, опять же, я загробил несколько проводов Потому что сидишь там трется, здесь трется, там что-нибудь натянут Под ногами валяется, и все, начинает хрустеть, там рваться В общем, я умудрился даже убить вот такой вот мощный провод до дарева По-моему, называется, типа, American Studio Что-то там, который просто, может быть, неубиваемый Но у меня он умер Потому что где-то что-то там заделось, заживалось Поэтому, в общем, я за такую штуку и все Буду ходить по дому с ней рубить радостно И, в общем, чего всем рекомендую Еще хотел бы добавить такую важную вещь Если 4 минуты вы не играете То передатчик отключается, чтобы экономить батарейку Тоже очень удобно И, как видите, сейчас у него моргает белым Когда моргает белым, значит, прием есть То есть, все здорово, и батарейка заряжена Как только батарейка начинает жухнуть Здесь загорается красным Здесь тоже мигает красным И, значит, у вас осталось около 30 минут, чтобы порубить И потом, естественно, вы ставите на базу Заряжаете и погнали дальше Вот как-то так Ну вот, вроде на сегодня все Надеюсь, было интересно От себя могу систему всячески порекомендовать Сам я буду и активно пользоваться Стоит у нас сейчас около 17 тысяч Что, в принципе, недорого для качества Line 6 Потому что, сами понимаете, что Line 6 компания серьезная И там всегда все очень качественно и здорово Ну вот как-то так В общем, скоро продолжим с уроками, с обзорами Думаю, что много будет интересного Скоро, например, педалборд от наших производителей отечественных И там будет и блок питания, и патчи В общем, короче А, потом еще подъедут педали от компании Crazy Sound В общем, будет много всего интересного И, как обычно, топового контента на первом гитарном Так что, в общем, как обычно, напоминаю Что здесь только правда благодаря на гитаре, и не только И всем удачи, подписывайтесь Пока Субтитры сделал DimaTorzok